В данном уроке приступим к изучению окна 3D-вида. Начнем с его двух дополнительных окон. Это левое окно панели инструментов, открывающиеся с помощью горячей клавиши T. И второе окно, окно свойств, которое можно открыть с помощью горячей клавиши N. Также открыть-закрыть оба данных окна можно потянув за данные плюсики, расположенные в их углу. И еще здесь в меню View первые два пункта Properties и Tool Shelf. Вот как раз указаны горячие клавиши. Нажимая данные пункты мы открываем либо скрываем данные дополнительные окна. Содержимое обеих данных окон может меняться в зависимости от режима работы. Режимов работы несколько, переключаются они вот здесь. Сейчас мы по умолчанию находимся в объектном режиме. Если мы перейдем в режим редактирования, сразу видите, инструменты и здесь, и здесь изменились. Также данное меню View Selected Object. Сейчас Object. Переходим в режим редактирования. И пункт Object меняется на Mesh. Здесь также появляются другие инструменты. Поэтому внешний вид данных панели может отличаться в зависимости от того, чем вы занимаетесь в данный момент. В самом окне 3D-вида что у нас находится? Здесь слева вверху у нас написано User Persp. Это сокращенно от слова перспектива, так как сейчас мы находимся в режиме перспективы. Что такое режим перспективы? Это такое отображение 3D-объектов, которое мы видим в реальной жизни. То есть тот объект, который находится к нам ближе, он кажется больше, тот, который дальше, тот меньше. Есть второй режим, ортографический. Переключиться на него можно с помощью меню View. Вот находится данный пункт. Видите View, Persp, Ortho. И горячая клавиша Numpad 5. Вот я переключился в перспективный режим. В данном режиме параллельные линии объектов никогда не пересекаются. С помощью Numpad 5 вернусь обратно в перспективный режим. Слева внизу у нас здесь такой виджет оси координат. Здесь мы в центре видим сетку такую небольшую и две линии, красную и зеленую. Здесь они подписаны. Зеленая линия это оси Y, красная ось X и вверх идет ось Z. Редактировать размер данной сетки цвета мы можем с помощью настроек блендера. Также здесь на панели свойств доступно меню Display. Мы можем регулировать количество линий сетки, их размер и так далее. Сам размер одной клеточки по умолчанию это размер одной блендер единицы. То есть если вам нужно моделировать какие-то точные объекты, то данная сетка значительно помогает в процессе моделирования. Следующая важная деталь окна 3D-вида – это название текущего выделенного объекта. Либо же здесь будет отображаться активный объект в случае, если вы выделяете их несколько. Сейчас выделен куб и здесь написано его название. С помощью правой клавиши мыши я выделю камеру и мы видим камеру. Чтобы выделить несколько объектов используется кнопка Shift. И с зажатой кнопкой Shift выделяем куб, лампу. И таким образом у нас выделена камера и куб, они подсвечиваются таким оранжевым цветом, а лампа подсвечивается желтым и здесь указывается название именно текущего объекта. В скобочках вот это значение – это кадр, на котором вы сейчас находитесь. Здесь у меня есть шкала времени как раз, и мы находимся на первом кадре. Я сейчас перемещусь на какой-то другой, и здесь указывается кадр. То есть при анимировании чего-либо очень удобно. Вы сразу видите, какой кадр и какой объект выбран. Если кликнуть левой клавишей мыши где угодно, то мы видим, перемещается так называемый 3D-курсор. 3D-курсор используется для разных целей в Blender. Одна из самых основных – это добавление новых объектов. То есть туда, где указывает 3D-курсор, туда будет добавляться новый объект. Сейчас я перейду в пункт Add, Mesh, добавлю в сцену еще один куб. И он появится именно в том месте, куда указывал 3D-курсор. Как вы заметили, я только что изменил вид окна 3D-вида. Делается это с помощью зажатого колесика мышки. То есть зажав колесико и вращая мышку, мы можем вращать нашу 3D-сцену во всех направлениях. Если нам необходимо переместиться, то для этого еще необходимо зажать Shift. И теперь зажав Shift и колесико мышки, я буду перемещаться. Теперь я нахожусь в данном месте и уже отсюда могу вращать 3D-сцену. Чтобы быстро изменять вид сцены, есть набор горячих клавиш. Также это все доступно в меню View. Вот он. Top, Bottom, Front, Left, ну и камера. То есть нажав Numpad 1, я перехожу на вид спереди. И здесь мы видим надпись Front. Front означает, что мы находимся на виде спереди. Нажав Numpad 3, перехожу на вид справа. Если мне нужен вид слева, то я зажимаю Ctrl и Numpad 3. И соответственно уже нахожусь слева. Чтобы моментально центрировать вид на каком-то выделенном элементе, достаточно его выбрать и нажать точку на Numpad клавиатуре. И в таком случае мы сразу же переместимся к текущему выделенному объекту. Выделю куб, снова точка. И мы перемещаемся к нашему кубу. Итак, верну все как было. С помощью T открывается-закрывается панель инструментов. С помощью N панель свойств. Содержимое данных панелей меняется от режима работы. Их вот сейчас доступно 6 штук, но это далеко не все. В меню View мы можем изменять вид окна 3D-вида. С помощью зажатого колесика мышки мы вращаем сцену. С помощью Shift колесика мышки перемещаемся по сцене. Вращая колесо мышки мы приближаем, отдаляем объекты. Слева внизу у нас указывается имя выделенного объекта. И 3D-курсор указывает на то место, куда новый объект будет добавляться. Субтитры создавал DimaTorzok